Это правда, что во время беседы с министром обороны Язовым, когда Фетисов написал рапорт и пошел к министру увольняться, Язов что-то про футболиста сказал, когда он по телефону насчет формы говорил. То есть он даже, что он не был фанатом, как вся страна, хоккей или для него футбол и хоккей лежали на одной полке. Что это вы знаете, история? Во-первых, большие начальники советские, они очень однозначно к спорту относились. Они считали, что это что-то такое, хотя они использовали это как свой инструмент. Нет, но они же все были болельщиками. Я еще раз с уважением отношусь к министру обороны Язову. И могу сказать, что он просто не владел ситуацией, ему доложили то, что, в общем, доложили. Те, кто, в общем, хотел другую информацию ему донести. Поэтому я еще раз говорю, у меня претензий никаких нет. Я понимаю, что для него это было в 10-м, может, в 20-м делом. Но сам факт того, что вдруг пообещали офицеру уехать, и проблемы все переложили на министра обороны, конечно, это для него вызвало некое раздражение. Он взял трубку, говорит, что ты хочешь ехать? Ну, это уехать, а какие-то деньги придут, компенсация. Вот, у нас и формы нет, и вообще даже коньки и клюшки купить не на что. Он такой спрашивает Тихонова, да? Он, говорит, тут да, говорит, и он так берет трубку, интендантов равно название, говорит, слушай, говорит, там, говорит, что у этих футболистов денег нет, чтобы купить клюшки. И это, товарищ министр обороны, у него футболистов, у хоккеистов. Говорит, у футболистов, у хоккеистов. Это был 88-й? 89-й год. КОНЕЦ КОНЕЦ